Сегодня будем чистить мой утюг. Вот посмотрите, какой нагар у него. Меня спрашивали после того, как я сделала видео про битву утюгов, когда я сравнивала две марки. Я рассказывала, что очень-очень быстро мне нужно было купить утюг. Я за ним буквально побежала и купила в средней категории. Думаю, ну попробую теперь неизвестную марку. Я взяла Витёк. И его недостаток в том, что всё-таки, несмотря на то, что там они писали, что какое-то у него есть покрытие у его поверхности, но тем не менее нагар постоянен. И я его чищу. Когда у меня было до этого вот эти две марки, да, Бош, я и Тефаль сравнивала. В прошлом видео вы можете посмотреть, я ссылку внизу оставлю. Я вообще не знала, что такое нагар. Практически. То есть у меня было там пару раз каких-то экстренных случаев, когда я неудачно погладила и использовала карандаш. У меня его не было несколько лет. Теперь я постоянно покупаю эти карандаши для утюга. И решила я ещё по одной причине снять видео. Я недавно ездила на телеканал Мир. И там была как раз тема, как очистить утюги. И вот какие-то тонкости я сейчас буду чистить и вам рассказывать. То есть я буду чистить свой утюг. Причём, когда меня вызвали, я посмотрела, они специально делали нагар для утюгов. У них это было... Ну, это не так просто сделать, когда у тебя хороший утюг, и с ним нет проблем. Я говорю, господи, надо было на передачу взять мой утюг и его там очистить. Но зато теперь у меня есть возможность показать вам, что же я буду делать. Эти карандаши достаточно стандартные. Перед чисткой что вам нужно сделать? Я достала, видите, старую такую покрытие для гладильной доски, потому что вот эти карандаши, они текут. И поверхность испортит. Дальше я ещё и подселила тряпочек. То есть я сделала все возможные защиты. Карандаш этот очень текёт. Имейте это в виду. На передаче мы использовали, мы тестировали разные способы. Сейчас я включу утюг. Утюг нужно включать на режим шерсти, но это всё написано в инструкции. Вот на двоечку нужно поставить, и сейчас будем нагревать. Итак, на программе мы тестировали разные средства, в том числе карандаш. Что я хочу сказать. Когда они там тестировали средства, то у них был свежий нагар, то есть они его специально делали. И поэтому у них очистилась и сода. То есть всё, что я применяла, сода, уксус, средства для снятия лака, всё это хорошо начало чистить. Но мой нагар, он капитальный. Я долго не могла купить вот этот карандаш, всё мне было недосуг, всё мне некогда было сходить. Поэтому мой нагар очень сильный. Это влияет на очистку утюга. В программе я этого не сказала, но немножко что-то растерялось, и формат программы был немножко другой. У нас там всё было удачно. То есть если вы только что-то прижгли и выключили утюг и сразу почистили, у вас, конечно, всё чистится. У меня этот нагар теперь образуется постоянно. То есть я постепенно глажу, и он постепенно у меня образуется. Пятна на одежде он у меня не оставляет, только на деликатных тканях он может оставить вот это нагар-пятно. И поэтому я не могу его чистить постоянно. Я его чищу с какой-то периодичностью. К сожалению, это так. Итак, мой утюг нагрелся, начинаю чистить карандашом. Помните, что утюг горячий, нужен аккуратно. Карандаш должен расплавиться и чистить. В конце программы я включу нарезку, как я там была. Я снимала очень мало. Ссылку на программу, когда она выйдет, я обязательно вам оставлю, потому что вы там посмотрите, что по факту. Вот он тает, видите? Как только он растаял утюг, карандаш, он прям плывёт. Сразу стираем. Опять. Разных не продаются. То есть, какой вам удастся купить, с тем вы и будете работать. Так что вот, осторожненько всё это начистим. Давай, давай. Тай, тай. Мне нужно, чтобы мой утюг очистился. И сразу буду рассказывать нюансы. Видите, вот этот воск, который попадает, растаивает и попадает на одежду, он ничем у вас не отстирается. То есть, это будет уже потерянное. Поэтому используйте вообще совершенно ненужную тряпку, которую вы прям реально выбросите. Причём лучше использовать ворсовые какие-то полотенчики, старые джинсы. То есть, какая-то плотная ткань, чтобы она была немножко вот с какой-то текстурой. Вот видите, как у меня хорошо. Я на программе, у меня прям там за пять минут очистился. А здесь, я говорю, у меня нагар нагаром. Очень-очень-очень сильный. Поэтому я купила два карандаша. И думаю, что их мне нужно будет при моём нагаре. Но всё равно потихонечку тает. Результат я вижу. И надеюсь, что мы его с вами дождёмся. Что у меня не закончатся оба-оба карандаша. Вот такая вот чистка, кропотливая. Недостаток ещё у карандашей такой, что вот дырочки, которые образуются вот, да, у утюга. В нём, если внутри этой дырочки будет нагар, внутри вот этих вот отверстий, с которых поступает вода, вот этим карандашом внутрь вы никак не почистите. То есть нужно взять уксус и вот тампоном взять, например, ватную палочку и туда внутрь попробовать почистить. Но именно утюгом вы это не сделаете. Никогда не лейте ничего внутрь утюга, чтобы не испортить сам утюг. Если у вас образуется постоянно накипь, то есть, ну вот, не так, как у меня нагар, а накипь, это случается более часто, чем именно нагар, как у меня. Вот видите, он у меня потихонечку тает, тает, и мы потихонечку его счищаем, этот нагар. Но вот видите, занятие такое ещё методичное. Вот. И когда у вас вот этот вот налёт образовался, его можно тоже убрать либо раствором лимонной кислоты, наведите, пожалуйста, либо уксусом, да, но уксус немножко, конечно, пахнет посильнее. И аккуратно, чтобы внутрь ничего не попадало, только снаружи этим раствором чистится. Ну, вот видите, он тает у меня постепенно. Ну, чтобы вы увидели, как действительно, если у вас серьёзный налёт, что это может потребовать большого времени. Ну, сейчас и этот заодно будет, чтобы у нас быстрее. Так, так, чтобы так. Что ещё могу сказать? Если у вас образуется этот налёт в утюг, то это, конечно, проблема с водой. У меня нет налёта в утюге, потому что у меня стоит осмосфильтр. И поэтому у меня нету налёта ни в чайнике, ни в утюге. Я именно оттуда наливаю. При этом у меня осмос без дополнительной минерализации. Если у вас обыкновенный угольный фильтр, что бывает очень часто, то из него нельзя наливать воду внутрь утюга. То есть, если вы хотите очистить простым угольным фильтром вашу воду, то это сделать нельзя. Более того, вот этот уголь активированный, который в состав входит всех вот этих вот картриджных фильтров, он очень активный и внутри, он также будет активно вступать в реакцию и разрушать утюг изнутри. Поэтому во многих инструкциях, которые многие не читают для утюгов, прямо написано, нельзя использовать воду из патфильтра. Люди, кто загоняется, покупают дистиллированную воду для того, чтобы беречь свой утюг, и он долго служил. И в том числе для очистителей воздуха заливают вот эту воду, чтобы она была действительно чистой. Бутылированная вода тоже может оказаться чистой, к сожалению. Так что, да, очень хочется, чтобы утюг не портился, но, тем не менее, не всегда это возможно. У меня один утюг был, как раз у меня не стоял с фильтром, у меня был с системой очистки, специальная очистка, да, то есть клин там как-то называлось. То есть нужно было на максимум поставить и выбивать. У меня реально эта система очень удачно работала. У кого вот утюги, вы знаете, я с вами только половиночку вот эту дочищу, чтобы было видно, что карандаш сработал, чтобы не было таким длинным видео, а потом уже дочищу сама оставшаяся. Так. И... Долго, да, время занимает. И он действительно у меня очень хорошо очищался. То есть когда я нажимала вот на эту клин-систему, то есть у меня вышибало. То есть это вот не рекламный ход, потому что какие-то вещи не работают, а какие-то работают. Вот так. Кстати говоря, вот когда я пришла вчера, я почему-то побежала за карандашом. Я вчера думаю, ну вот я на программе там наснимала, наснималась вот этих вот всяких. Попробую я почистить у себя. У себя у меня не получилось ничем очистить, потому что я говорю, видите, у меня достаточно сильно проблемная. Сильно проблемная нога. И действительно особенность моего утюга. Утюг, который я чистила, у него была вообще гладкая такая поверхность. И он так замечательно счищался. То есть вот этот нагар, прям сказка, прям сказка счищалась. И все было, ну действительно это все реально на передаче. То есть то, что я сейчас вот так вот чищу, это немножко другие условия. И пятнышко там было другое. Я не знаю, что они прижигали. То есть они специально прижигали, причем всю поверхность утюга. Я думала, что у меня как раз там, думаю, сколько же я ее буду чистить там, да? Потому что формат передачи, он обычно, ну минут, ну сколько на сюжет? Ну две, три, ну пять минут на сюжет. Даже если там с монтажом. Ну съемки, то есть я же вот сколько с вами разговариваю, не могут длиться так долго. Но у нас так все удачно получилось, что... Я думаю, что там какая-то аура фантастическая, что все это получилось быстро. Ну вот видите, вот я эту часть уже очистила, половиночку. Теперь вот мне упорно нужно будет для второй. Я сейчас покажу, как у меня выглядит тряпочка. Вот она. Она стала вот такой жесткой вообще, вот прям, то есть она закалилась. Нереально. Ничего вы с ней не сделаете, никак вы это все теперь не постираете. Вот я переверну и буду другой стороной дочищать. Еще какую тонкость я вам скажу, что вот этот вот воск, он остается на утюге. Вы помните, что вы чистите на... Для того, чтобы не перекаленный был утюг, на двоечке. И вот вы включаете троечку, да, то есть максимальную мощность, например, и начинаете сразу гладить. Не стоит этого делать. После того, как вы его почистили, утюг, он у вас полностью очищен, вы его включаете на тройку и с максимальным пропариванием ненужную вещь отглаживаете. Потому что изобьется внутри. И чтобы не было пятен, не поставили пятен на хорошей одежде. Потому что на тройке он тонким слоем, оставшийся воск, его нужно удалить будет после чистки. Вот в инструкции этого не написано. И можно реально испортить одежду. То есть начинаешь гладить, поэтому начинайте гладить что-то, что вам вдруг не жалко, там, например, да, не какую-то выходную, парадную вещь. Ура, я почистила утюг, и я сразу поглажу свою блузочку. Нет, этого делать не стоит. Лучше, кстати, у меня вторая половинка почему-то быстрее чистится. Или мне так кажется. Лучше проведите несколько вот вещей, погладив, с пропариванием, с хорошим. И тогда у вас все получится. Что еще я хочу сказать. Если ваш утюг нагорает, это значит, либо проблема в самом утюге, либо у вас повреждено покрытие. Это, ребятушки, означает только одно. А означает, что мне нужно будет менять утюг. Ну вот, ребятки, я думаю, что я не буду до конца гладить, потому что, в принципе, всю информацию я сказала. Я со всеми прощаюсь. Посмотрите, как я ездила на передачу. Я там познакомилась с замечательными девчонками, блогерами тоже, потому что приглашают на эту передачу блогеров. Я внизу ссылки оставлю, внизу в описании. Это такие яркие личности. У них в Инстаграме обалденные страницы, посмотрите. Я еще буду ездить, Надь, в эту компанию. У них такая передача, до которой меня попросили быть периодически экспертом. И если у меня будет складываться, то я иногда буду выступать в виде этого эксперта на этой программе. Рекомендую смотреть. Там очень много полезных советов. Ну все, всем пока. Мне осталось дочистить совсем чуть-чуть. Но я так боюсь, что ваше время слишком дорого, чтобы тратить ее на чистку моего утюга. Всем пока. Надеюсь, мое видео было полезно. Итак, я показываю результат. Видите, чуть-чуть у меня такое затемнение. Но это уже не счищаемо. И обратите внимание, вот внутри, да, я карандашом туда забраться не могу. Но хотела показать, потому что я это буду еще дальше очищать, мучиться, да, туда внутрь. Потому что будут иначе следы на одежде. Но вот так остался вот так вот подошва после того, как я все почистила. Вчера в 11 часов мне позвонили и попросили приехать на программу. Так, плохо светится. Так, это как называется? Не знаю, видно, нет. Ну, все время у телевидения какие-то экстренные вещи. Я уже не раз на это попадалась. Сколько раз отказывалась. Но вот сегодня я согласилась. Шумят кондиционеры, здесь и дорога. Светочку я видела, что она тоже приезжала на телеканал Мир. В общем, здесь хозяйственная передача про лайкхаки. Ну, попробуем, посмотрим. Потом поделюсь впечатлением. У меня блог. Это такой арт-журнал с интересными фотографиями. Мы с мужем, муж у меня фотограф-фидеограф. И мы, собственно говоря, двоих погладываем свои фотографии. Интересно, да? А как называется? Называется Mr.Missive. Нижняя подчеркивка. Подчеркивание. Я попробую найти и рисунку у него оставить. Так, это вот кто меня пригласил? Продюсер. Продюсер, да. Она мне вчера позвонила в 11 часов. Это бессовестно. Продюсер телеканала Мир. Только так. Прогрёбывали в троге. Пожалуйста, нам нужно чистить утюги. Я купилась как девочка. Так, а вы чем на него? Я художник по гриму. У меня здесь митажист. Моя страничка может посмотреть в инстаграме, например. Она называется Karolina Gofrem. Так, всё, обязательно оставлюсь. Внизу, девчонки, заглядывайте ко мне тоже. Вот такие замечательные девчонки. Посмотрите у них внизу. Я оставлю ссылку на их инстаграм. И я думаю, что он вам понравится, потому что он очень-очень яркий. Что у одной, что у другой. Прям формат замечательный. Молодцы, девочки. Желаю вам удачи, потому что они меня спрашивали про ютюб. Что же сделать на ютюбе? Ну, у кого креативные мысли, он везде найдёт себе применение. И на ютюбе, и в инстаграме, и везде, где хотите. Мне очень понравилась прическа, которую мне сделали. Мне как-то вот так вот наверх зачесала она. Девочка там. Мне очень понравилось, как она делала грим. Я очень боялась грима, что это будет тяжело. А она так всё лёгенько. И так совсем-совсем чуть-чуть убрала всю мою голову на сеноту под глазами. То есть не было такого тяжёлого грима, который я боялась. Думаю, сейчас как меня она гримирует. Поэтому очень-очень большое спасибо. Буду ли я ездить? По времени у меня нет возможности ездить. Но пока, может, одну ещё для передачи я съездю. Посмотрим. Потому что там многие блогеры уже там побывали. И своим секретом там тоже делились. Я думаю, что вы их знаете. И Светланочка там была. И Шейна там была. Ну, в общем, как-то вот мы друг подружки, значит, там все побываем, наверное. Потому что блогеров легче всего найти. Они в открытой, в сети, чем они занимаются. И по какой-то специфике можно под тему подобрать, наверное, блогера. Но не так много, кстати, блогеров. Так что вот так. Было очень интересно. Меня туда привезли-увезли на машине. Очень интересно такой дяденька. Мы с ним так пообщались. Он оказался моим землячком. Я снималась в двух сюжетах. Про утюг и про занавески. Причем занавески, ну, не совсем моя тема. И мне совсем она была не родная. Но пятна выведения. Все равно я их знаю. Я с ними как... Ну, попыталась что-то рассказать. Надеюсь, что я не совсем опозорилась. Ну, девочкам им понравилось. Они сказали, что я была нормально в кадре, себя вела. Ну, посмотрим со стороны, как это будет. Мне кажется, это, знаете, как сам себя фотографируешь. Всегда потом смотришь и думаешь, ой, ужас, да? И удаляешь эту фотографию. Здесь я ничего удалить не могу. Не знаю, что там все-таки в результате смонтируют. И когда я приехала, вы представляете, во-первых, я очень устала. Два сюжета очень много для меня. Ну, я не привыкла. И я не представляю, как ведущие там целый день. Но у них работа, понимаете? Вот этот съемочный день, это очень сложно. Очень сложно физически и эмоционально. И я надышалась уксуса, вы представляете? То есть они все, что в утюге, что в этом уксус был. Но я скажу, что вот мой утюг вот с моими очень хорошими, вот этими закоренелыми, да, вот, ну, посмотрите, какие там пятна. Очень сильный, очень сильный нагар. То есть если у вас свежее загрязнение, то тем, чем вот мы там чистили в передаче, уксусом, солью, содой, перекисью, все это действительно у вас очистится. Но так как я сразу не почистила, и он очень сильно нагорает, то я этим уже свой утюг не очищу. Я очищу только карандашовым вот этим, за которым я и побежала, и включусь именно когда я его куплю. Субтитры сделал DimaTorzok